ну задавайте вопросы я буду фундаментально быстро отвечать краткость сестра таланта это нам рассказывал чехов антон павлович сестра таланта да давайте тогда запишем у вас по поводу в принципе что сказать все нормально ну задавайте вопросы я буду отвечать я могу и без и без вопросов ответить на вопрос про спал в дуру контур но все в голову идиот еретик неополитик да ну-ка я не знаю как хотите на выходить такое гине я не был генералов до генерал недорос кончил советской власти я до генерал дедоровeds ну да один из создателей не в политике один из создателей 1 и создатели недорос в принципе говорят давайте здравствуйте товарищи рада Приветствую вас на канале Точка Сборки Для вас работает ведущий Лебокатов На связи с нами Андрей Петрович Девятов Один из создателей Небополитики Андрей Петрович, здравствуйте Здравия желаю всем Андрей Петрович Сегодня у нас тема, которая Мировое инфополе уже Ломает последние три дня Это задержание Павла Дурова Сегодня его уже выпустили На момент записи И хотел бы с вами поговорить Насчет того, как вы считаете Задержание Павла Дурова Связано с какими-то геополитическими Проблемами или это все-таки Личная обида Франции На человека, который отказался давать Доступ к ключам шифрования И разрешать читать Переписки своих пользователей Ну, дело в том, что Я всю жизнь занимаюсь разведкой А разведка В отличие от Средств массы, информации Науки Она должна Замечать то, чего нет И отвечать на вопрос Почему нет Потом у разведки есть Некоторые инструменты Вскрытие тайн И эти инструменты называются Разведные признаки Разведные признаки Это уши сущности Которые торчат над Маскировочными сетями дезинформации Я называл вам эти Разведные признаки Первое Это Министерство иностранных дел Российской Федерации Вдруг с самого начала Вступило из-за Павла Дурова Который является Иностранным агентом Отщепенцем И Значит Иммигрантом Почему вдруг Значит Министерство иностранных дел Российской Федерации Всколыхнулось Это ответ На это я дам потом Чуть позже Второе Значит Все средства массовой информации Рассказывают про Ходульную мотивацию О том Что там значит Что-то у этого С телеграмми Какие-то там значит Террористы Наркторговцы Какие-то педофилы Вот И никто не обращает внимания Вообще не задает вопрос А зачем он был Значит В В Баку И зачем прилетел В В Париж Второй вопрос Это Закрывается Дальше Шум По всем Так сказать Значит Средствам массовой информации Средства массовой информации Они как известно Имеют дирижеров И вот зачем Это весь этот шум Который Значит Закрывает Что-то закрывает Я вам скажу Что закрывает Значит Речь идет О Третьей мировой войне Нового гибридного типа И эта Третья мировая война Нового гибридного типа Имеет Финансовый фронт Этот Финансовый фронт Связан с Новой валютной системой Новым валютным миром В этом Новом валютном мире Значит Появляются Новые деньги Вот И старые деньги Это Доиндустриальное общество Это Значит Молодые деньги Это буржуазные деньги Индустриального общества И новые деньги Это Криптовалюты Вот Значит Дуров Находится Вместе с Телеграмом Находится на передовой Этого самого Информационного общества Куда собственно говоря Идет переход Откуда Из Индустриального общества В Информационное общество. Впереди ситуация какая. Ну ладно, там БРИКС все никак не может ввести отдельную от доллара учетную единицу богатства. Ну вот в Казани в октябре опять этот вопрос будет, видимо, поднят. А может быть опять не поднят, потому что индусы и британская Индия вставляют палки, колеса в этот механизм. Так вот, даже если предположить, что учетная единица богатства в цифровых деньгах будет названа, эту учетную единицу богатства надо положить на какую-то систему управления связью. Эта система управления связью существует у китайцев, это называется WeChat, и в Телеграме. Они отличаются от всех остальных, иностранное слово мессенджер, по-русски мессендж это сообщение, от систем передачи сообщения где? В интернете. А интернет это, так сказать, волоконные оптические кабели, путники и так далее. То есть каналы, значит, они международные, а на них сидит, так сказать, цифровая платформа. Так вот, WeChat китайцы отработали. Это в одном флаконе, как говорится, передача сообщений, значит, торговая площадка, иностранное слово marketplace, и система платежей. У китайцев она называется WeChat. И в Телеграме, больше ни у кого этого нет. Или есть, так сказать, передача сообщений. И тут, понимаешь ли, всякие там, значит, эти педофилы какие-то, значит, там, ужасные террористы и прочие там торговцы, в общем-то, открытом marketplace, значит, торговой площадке. А вот платежи, система платежей, она закрыта. Вот туда залезть невозможно. А, значит, это что? Это вот эти там тонкоины. И ситуация такова, что потерпевшими от нового валютного мира являются банки, потому что они больше не нужны. Более того, платежи, именно платежи не контролируются. Если все, так сказать, платежи, которые там сейчас происходят, но так или иначе, они идут через банки и через SWIFT. И все это под контролем. А тут, понимаешь, люди говорят, куда, кто, кому, чего, понимаешь, заплатил, неизвестно. И так вот, чья, под чьей крышей будет, так сказать, вот эта замечательная передовая высоких технологий платформа цифровая Telegram, тот и будет в авангарде выхода в новый валютный мир. А новый валютный мир – это завершение Третьей мировой войны нового гибридного типа. Именно новым валютным миром она и закончится. И она уже почти находится вот в завершающей фазе. Вот от этого, так сказать, и наезд на Дурова. И наезд на Дурова к чему? К склонению с сотрудничеством. А это единственная платформа, которой он, он либертарианец, она ничья, вообще ничья, ни под чьей крышей. Никто не знает, никто не может туда залезть, в платежи главное. Вот в чем причина. Я думаю, что его в свое время склонили к сотрудничеству с ФСБ. В Баку он, видимо, пересекался с кем-то из делегации Путина. А во Францию и летел для согласования вопросов по тому, как эта новая платформа, значит, нового валютного мира будет обслуживать какие-то европейские вопросы. Вот так. Андрей Петрович, многих интересует вопрос, как можно было создать такую платформу с миллиардом пользователей и создавать ее абсолютно без крыши? Почему ее вовремя никто не ухватил под контроль? Ведь Дуров постоянно был на виду. Все знали, где он находится. Ему давали гражданство страны, которые никому больше гражданства не дают, такие как ОАЭ. Но при этом он эту платформу смог все равно организовать. Почему никто сразу не взял его под контроль? Ну как же. Все происходило на просторах нашей родни чудесной. В городе Ленинграде. И там находится его брательник, который есть, технический гений. А сам Дуров, это, значит, ну кто он там, бизнесмен, организатор, так сказать, процессов. И брательниц как сидел в Ленинграде, так и сидит. Ключи от этих шифров, от шифрова, и как находятся, так и находятся. Поэтому я говорю, что эта крыша называется ФСБ. И в 2014 году, что ли, на него пытались наехать. Он там что-то сопротивлялся. Значит, с электронными средствами сломать, значит, криптозащиту не удалось. Ну, вот он и отвалил куда-то там. Сен-Киттс и Невис. Британская, кстати, по-моему, территория выше. Вот. Вот так. Многие делают такой вывод из, в принципе, того, что вы сказали, что Дуров другом России больше никогда и не будет. И он разыгрывает свою карту, которую он доигрался. И теперь, скорее всего, эту карту он разыгрывать больше в мире не сможет. Как вы считаете, это так? Я еще раз хочу пальцем показать. Он русский по национальности. И это пятно с его лба стереть никаким ластиком невозможно. Почему, понимаешь ли, иностранные там, значит, враги всякие, значит, арестовывают яхты наших, понимаешь ли, там, богатеев. А тут, понимаешь ли, значит, они вроде как и хорошие, а вот они, значит, там, все равно попадают под какую-то, значит, там, санкции и прочее. А Дуров никуда не денешься, никуда он не денется, потому что он будет все время ассоциироваться с Россией и с Путиным. Он другом не будет. У нас вот Украина тоже другом не будет, но никуда не денется. А как вы считаете, вот если Россия как-то поспособствует Дурову в плане перевезут его сюда, дадут ему возможность здесь жить, он сам-то согласится. Ему же самому, на самом деле, с его идеологией здесь, ну, некомфортно, но при этом весь мир стал в авангард против него. Что ему делать? Вы не услышали, значит, мотив. Речь идет о новом валютном мире. Новый валютный мир – это весь мир. И новые деньги, цифровые деньги – это то, что заменит ту систему, значит, платежей, накоплений и прочей функции денег, которые сейчас есть. Значит, в нашем Богохраненном Отечестве недавно принят закон о позволяющей проводить международные расчеты, международные расчеты в криптовалютах. У нас в нашем Богохраненном Отечестве недавно принят закон, позволяющий любому нашему гражданину заниматься добычей, майнингом этих самых криптовалют. И это говорит о чем? О том, что новый валютный мир, валютный мир, весь мир. Поэтому какая разница, где будет находиться, значит, Дуров? Ну, ему там было в Дубае, значит, что-то летом жарко, там вообще жарко. Ну, ничего, как-нибудь, где-нибудь там скроется от палящей. Почему? Потому что система-то мировая. Серверы находятся не в России, а ключи находятся в России. Вот серверы находятся где-то, это не важно, где они находятся. А ключи находятся в России. А как вы считаете, Дурову-то, из того, что вы сказали, в принципе, ну, я понял, Дурову в этой мировой системе места нет. Ну, как же? Он находится на передовой. С ним, понимаешь ли, хотели разговаривать, там, понимаешь ли, и эти, и те, и другие. И уехал, якобы, разговаривать с Макроном. И гражданство ему в 21-м году выдали как выдающимся гражданину там мира. Как выдающимся гражданину мира. А прижучили его для того, чтобы, понимаешь, склонить к какому-то сотрудничеству. А он, понимаешь ли, продолжает быть гражданином мира с паспортом Сен-Китсен-Нейвис. Это ситуация глобализм. Речь идет о глобализме. Останется, так сказать, телеграмм глобальной системой, на которую посадит, понимаешь ли, Брикс? Или не останется? Или она будет, значит, под какую-то крышу, затащит ее под какую-то крышу? А он не хочет, чтобы она была под крышей. Он ли это не хочет? Или, значит, какие-то могущественные силы из-за кулис этого не хотят? Я полагаю, что речь, вообще-то, идет о закулисах. А вы сами как считаете, вообще можно ли Дурова винить в том, что он особник того, что происходит через телеграмм? Те нелегальные действия, которые реально расцветают там, его отчасти вина. Ну, значит, ужасные действия, которые, значит, проистекают в московском метро. Это всякие террористы, там какие-то бомбы там взрывали. И даже в Санкт-Петербургском метро. Почему, значит, руководство метро не отвечает за то, что это безобразие происходит в метро? Ну, это же, так сказать, ходульный, значит, придуманный мотив. Мало ли, а куда деваться, так сказать, этим, значит, преступникам? Им нужны средства связи. Вот есть средства связи, вот они ими и пользуются. Но почему, понимаешь ли, руководство телефонной станции МГТС не обвинить в том, что они пособники террористов в Крокусе? Они же эти в Крокусе пользовались там мобильниками. Почему не арестовать всех этих, которые мобильниками занимаются, МГТС? Это ходульная, ходульная отмазка. А вы, как разведчик, как считаете, где заканчивается конфиденциальность личных данных? И где она начинается? Опять придумка какая-то. Кому нечего скрывать, пожалуйста, пользуйтесь. А у кого есть чего скрывать, тот, понимаешь ли, личные данные хранит там где-то. Конфиденциальность. Зачем она нужна, конфиденциальность? Вот при советской власти не было никакой конфиденциальности. И жили мы спокойно. И весело. А теперь, понимаешь, надо скрывать личные данные. Значит, есть что скрывать за личными данными? Живите с открытым сердцем. И вам скрывать нечего будет. Ну, можно же сказать, что он помогает скрывать. Чем он помогает скрывать? Еще раз говорю, он закрыл шифрованием системы управления связью. Почему наши замечательные организаторы вот этих самых, так сказать, вопросов управления связью отстают от Дурова? Ну, почему они отстают? Ну, вот, наконец-то один русский, понимаешь, вырвался впереди планеты всей. И давайте его накажем за это. А как вы считаете, стоит нашему МИЗу дальше пытаться с Дуровым связь наладить? Или все-таки, ну, наверное, не стоит? Я думаю, поскольку вот с Дуровым ничего не произошло, никакого обвинения ему во Франции не предъявили. Все то, что, значит, происходило вокруг, висит шум от легенд прикрытий. А о чем они там договорились? Ну, договорились уже и договорились. Вопрос, понимаешь ли, это решается уже не Дуровым. Этот вопрос решается Путиным и Макроном. А получается, что Дуров выполнял какую-то роль связи между Путиным и Макроном? Не знаю. Не могу ничего сказать. Вопрос о том, почему он был в Баку и зачем летел в Париж, остается закрытым и не обсуждается. И на него не показывают пальцем. И внимание от этого вопроса тоже уведено в сторону педофилов и прочих там наркоторговцев. А вы не можете прокомментировать, почему это отведено в сторону? Потому что речь идет о победе в Третьей мировой войне на фронте экономики и финансов. Вот что является, так сказать, целью. Андрей Петрович, большое спасибо, так как у нас здесь со временем небольшой напряг. Я думаю, мы с вами еще на нашем канале пообщаемся. Вы смотрели канал Точка Сборки. На связи с нами был один из основателей небополитики Андрей Петрович Девятов. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. До свидания. Ура, товарищи. Андрей Петрович, извините, что так скомканно, так как времени вообще у нас не осталось. Вот чем меньше времени, тем лучше. Субтитры создавал DimaTorzok